Доброе утро, друзья! Яш! Яш! Всё повыливал. Вот так у нас как бы всё более-менее нормально. Единственное, что после таких припадков это всегда идёт. Хотя у Мани, я уже говорила, и до этого хорошо я работал, уже желудок. У нас не было никаких затоев, никаких поносов, то есть никаких этих самых. У нас всё нормально, но тем не менее, вот как бы ночью, да, после таких приступов прямо видно, ослабление наступало, и пришлось менять два раза даже ночью памперс. Но Маня со Стёпой, что я вам могу сказать? сейчас села, тоже утром проснулись. Сейчас будем кормить, будем... Они чистенькие. Будем, как всегда, работать. Что я единственное хочу сказать, пока они спали, посидела, потому что ночь бессонная, посидела в интернете, почитала, как всегда, откуда что берётся. Вроде бы все переживают, заманю, всё понятно. Сейчас, Яшечка, сейчас... Потому что люди беспокоятся, как Маня, я должна записать видео. Но опять вот это вот всё полезло, все знатоки, все, значит, доброжелатели, всё полезло, полезло, это всё понятно. Значит, я по нескольким пунктам сразу, чтобы наши подшёл... Вижу, ведутся, всё равно ведутся, те, кто не постоянно, а те, кто... Ну, недавно с нами, вот, значит, всё случилось, потому что Маню посадили в вольер, когда появился Яша, якобы её посадили в вольер к Мане и Степашке. Не сажали её в вольер к Мане и Степашке, она посадила ровно 10 минут, и все нормальные люди видели, что это не Жорика клетка, это клетка для вольера, вернее, для Люси теперь, а на улице стоит... Теперь сделали его как летний вольер, это вольер для уличных прогулок теперь Мане и Степашке. Это что касается за вольером, да, следите, что называется, прежде чем писать всякую хрень, следите за видео, не нужно домыслов, всего остального. По поводу, я так буквально тезисно по пунктам, потому что всё равно каждый день подписываются тысячи людей, кто-то, может, и не знает. К ветеринару мы возили, обследование сделали. С ветеринарами я из клиники Зоодоктора, и с доктором Василием, и с израильской клиникой, и с турецкой клиникой постоянно на связи. Вот это те люди, которые имеют хоть какую-то практику по приматам в этих странах, вот, и что немаловажно, русскоговорящие, поэтому мы понимаем, значит, о чём говорим. помимо этого Илья Акадия и Оксана Олеговна. Вот Оксана Олеговна приехала тоже. Все смотрят за Маней. Поэтому не пишите, чушь ещё, я говорю. по поводу нет лечения. Я вам говорила уже в одном из видео, по-моему, после больницы, что, во-первых, я показывала вам в клинике буквально мизер, для того, чтобы не было этого хейта на врачей. Всё остальное было с закадом, стёпа. Ну, видите, Манечка уже лезет. Во-вторых, все назначения врача, все таблетки, всё, что мы делаем, остаётся с закадом. Нам самое главное, чтобы помогло Мане, а не для того, чтобы мы выставляли, показывали и вот такие знатоки, потому что, говорю, все знатоки по гомодрилам, по обезьянам, все сидят у нас на каналах. Поэтому, чтобы не было никаких вот этих обсуждений, мы ничего не показываем. И чем дальше, этим я показывать эти аспекты, буду меньше. Не хочу, чтобы прилетало там врачам, не все такие хейтеры устойчивые, как, значит, там мы с Олегом Алексеевичем или сотрудники парка Львов-Тайган и зоопарка Сказка. Вот. По поводу, значит, помощи пишут из других городов. Объясняла, что, чтобы выехать отсюда, Мане нужно, значит, карантин... Ох, Маня, хвост на бок, не в дырочку. Здесь 20 дней карантина. В том же Крестнодаре, где соглашались, мы это уже все проходили, тоже 20 дней карантина. Я не смогу бросить здесь все, сидеть с Маней 20 дней. Там ни я, ни Влад, никого другого. Сотрудника не приставишь, никого другого не поставишь. вот. Оставить я там эту обезьянку тоже не могу. Вот. Это самое мягкое, что, но самое... То, что вы знаете, наши отношения с ветеринарией крымской, и поэтому они не дают на выезд. Нам принципиально найдут тысячу причин. Не дадут нам на выезд даже в Краснодарский край. Поэтому тему эту тоже закрываем, друзья. Просто те, кто знает, те, кто слышит о таких на наших каналах большинство, я, естественно, не отвечаю хейтерам, я просто их баню и все. Да, даже не хейтерам, даже просто знатокам гамадрил. Просто баню. У меня нет на это времени. Вот. Чтобы разбираться, с каким посылом вы написали, что вы считаете нужным, что я должна сделать. Может быть, вы и люди хорошие, некоторые из вас. Может, вы действительно что-то знаете. Некоторые из вас. Для этого я всегда говорю, если действительно у вас есть что сказать, напишите мне в контактах конкретно информацию, конкретно. Я обязательно прочту, может быть, там и не в этот день, и не через день, потому что очень много информации. Для меня всегда посыл. Те, кто пишут под видео в плохом смысле, нехорошие, недобрые комментарии, те, что хорошие, добрые комментарии, это люди общаются между собой, они получают удовольствие, я получаю удовольствие от того, что я читаю эти комментарии. Эти комментарии, ваши друзья, они помогают нам бороться. Помогают, потому что иногда настолько устаешь, вот как сегодня ночь не спали, а целый день нужно работать, да. Ты зашел, ты прочитал ваши слова поддержки, вы, пожалуйста, тоже не нападайте, есть тоже хейтеры, кто-то пишет, мы молимся за манечку. Молитесь, кто, чем, может, и тут же им, да вы, да за обезьяну молитесь. Друзья, имейте, во-первых, уважение и к веру преданию и к тому, как человек, человек может написав, что он молится, это в том плане, что он посылает хорошие посылы. Вы же на добром канале, вы же добрые люди, иначе бы вы не смотрели. Поэтому уважайте мнение, пожалуйста, друг друга, ну, это буквально некоторые, но есть такое, особенно когда люди пишут, что мы молимся за манечку, есть такое, что пойдите молитесь за детей или еще за кого-то, нехорошо это. Вот, поэтому это по этому пункту, что-то я потеряла мысль, о чем-то еще хотела сказать, то есть никуда мы не повезем. Вот, МРТ, даже если еще где-то есть, то нет специалистов. Вот еще одна, значит, хрень, которую там написали, что вы считаете, значит, что вы, вот, надо по нескольким больницам, значит, в Крыму ходить и все мнения, значит, собять, не нужно ходить по нескольким больницам. Нет в Крыму, если я ошибаюсь, нас очень много смотрят крымчан. Дорогие зоодоктора, дорогие ветеринары, именно доктора, именно ветеринары, напишите, пожалуйста, мне опять-таки в контактах, напишите, что я зоодоктор, это-то-то, приезжайте, мы вас примем. Либо у меня была такая практика, связанная, не обязательно с гамадрилами, с гамадрилами, я точно знаю, нет, может быть, с другими, ну, вот, обезьянками, человекообразными, или вот, как гамадрилы, близкими к человекообразным, да, вот, да с любыми, в принципе, обезьянками, хотя бы, хотя бы. У меня была такая практика, я в этом, напишите, мы приедем в любую точку Крыма, в любую, но за реальной помощью, а не за тем, что мы будем по жаре больную обезьянку возить, чтобы приехать, а там специалист по собачкам, кошечкам и черепашкам тоже мне пишут, вот все доктора, у них широкий профиль, глупости не пишите, нет, доктор, у тех, у кого прям вот широчайший профиль, ну, наверное, это единицы в стране, не в Крыму, потому что практики у людей нет, просто поймите, не держат каждый дома обезьянку или, ну, тем более, гамадрила, поэтому даже те, кто, вот, кошечки, любую возьмите в эту клинику в Крыму, в основном, с кем приходят? Кошечки, собачки, черепашки, шиншиллы, да, змеи, ну, это самое, этот сегмент, и все равно, это как у людских, докторов, но если ты психиатр, то ты миссирует, понимаете, точно так же и тут, не на ком, это раньше были времена, когда ветеринары были прикреплены, да, к зоопаркам, они проходили практику тоже, приходили туда, не везде, но было так, да, приходили студенты, теперь их тренируют, на кошках, собачках, на коровах, вот, козы, коровы, какая-то домашняя птица, все, нет экзотов, тем более, в Крыму, мы пробовали, с Люсей, вы прекрасно знаете, мы много раз пробовали, долгое время у нас был, один доктор, ну, вот, тоже хороший, которого вырастили, ну, вырастили, как именно доктора по экзотам, в зоопарке сказки, на базе зоопарка сказка, и на базе парка Львов-Тайган, вот, поэтому не пишите глупости, ну, хотя бы энциклопедию открывайте, и читайте, и пишите, элементарное, потому что вы забираете время, я сейчас тоже сижу, объясняю элементарные вещи, потому что некоторые из вас, я обращаюсь к хейтерам, дорогие друзья, это не имеет никакого, не тоже к хейтерам, к этим, к ветеринарам, что так сказать, по гамадрилам, не берите на себя, не обращайте внимания, как бы, люди, которые понимают, вот, вы пишите это с таким умным видом, вы ставите диагнозы, вы в утвердительной форме пишите, что ими не занимаются, что я только бла-бла-бла, что я снимаю видео, да если бы вы только вот на минуту могли понять, что мне вчера стоило взять эту камеру, после приступа маме, первое, из-за чего я схватила, я сняла чуть больше, именно сам даже приступ, как только я сжала ей челюсть, потому что доктор, тут же сняла и отправила докторам этот приступ, это нужно снимать, потому что на словах, ты хоть как объясняй, это не ребенок, ребенок-то не объяснить, что с ним происходит, да, это не человек, она не скажет, что у нее внутри и как, но хороший доктор, он вот, но для этого, вы знаете, мои дорогие, нужно иметь мужество во время такого приступа, те, у кого случаются, у кого есть животных, это редко, очень редко, но бывает, те знают, о чем я говорю, схватить камеру и снимать в этот момент, когда ты только ее, только вниз головой, когда ты только ее прижимал к себе, когда ты только на этот язык, пока, это вот, я не знаю, это нужно не меньше мужества, я вам честно скажу, чем поездка ко львам, когда у тебя трясутся руки, а ты снять должен не только для доктора, но и для вас, чтобы вы понимали, что это такое и как это происходит, потому что я, все как бы идет к чему, да, в адрес, о, 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 папа, папа зашел, все идет к чему, к тому, что, вы знаете, очень многие запаки, и возможно, это правильно, кто-то показывает лечение, да, моя жайка, моя жайка, бананчик мягенький, да, моя кошечка, вот, сейчас будем кушать, кто-то показывает, кто-то просто сухую сводку, и я, вы знаете, к тому уже иду, что вот, не приведи, господи, мы будем бороться за нее до конца, да, но я уже тоже к этому где-то склоняюсь, что если вдруг что-то, ничего не показывать, все у нас хорошо буквально, да, вот она сидит кушать, не показывать там приступы или еще что-то, просто не давать хейту, так сказать, повод, лишний раз забрать мое время, чтобы я сидела, вот сколько там, 15 минут, которые я могла, степочка, вот, чем-то другим заниматься, просто сухая сводка, да, все хорошо, там, допустим, да, или все, не прийти, господи, мани с нами нет, вот, или кого-то, жестокие, такие жесткие слова, не жестокие, жесткие слова, вот, но имеет место быть, наверное, и такой вариант, поэтому, друзья, буду показывать, что-то буду рассказывать, да, но сейчас уже времени нет, меня ждут животные, меня ждут люди, меня ждут, идет работа, вот такая ситуация на данный момент, у мани, все нормально, сейчас еще идут, что хотела сказать, сейчас идут очень сильные магнитные бури, и мы люди, вот, кто завязан, да, на этом, я очень привязана к погоде, вот, и к метеоусловиям, возможно, и у мани с ее проблемами, возможно, и у нее случился вчера приступ, именно из-за этого.